Когда смотришь российское телевидение, я всегда, так сказать, впадаю в тихий кошмар. Думаю, как в Беларуси разрешают выпускать комсомольскую правду. Это же какая-то страшная оппозиционная газета. Собчак купила коляску за 25 тысяч евро и кому-то там подарила. Ну, какую-то хрень. Кулоны покупают за 50 тысяч долларов. Думаю, хоть бы какой-то гад мне за тысячу заказал или кому-то продал. Что же они так пишут? Правда, у них там сейчас крутят головы друг к другу. Но это же не нормально. Я смотрю, тут Ватюшкевич выступает какой-то стиплый, скромный, чуть ли не босс. Это бы не от Санкт-Петербурга? Да. Я ей позвонил Орлу, говорю, Владя, дай-ка ему подарок сраблю. Хоть знаковое, хоть что-то было, брошку, может, мало ли кто что хочет. Как его звать, грузинский певец, он с таким черным кольцом всегда выступает. Я, поскольку занимаюсь этим делом, мне интересно смотреть не только на женские ноги, но и на красивые украшения. Я ему договорился, перстень сделал, ему бесплатно, совершенно красиво, с погони его зроби. Я ему зробил перстенок, который был доволен, аж сошел на нерв. Ну почему бы не сделать человеку, вот Григорий вам принес хорошую эту самую, надо было и не принести. Не будешь любить сразу. Еще будет возможно. Где-то, кстати. Надо всегда стараться друг другу делать приятное и не ждать какого-то ответа. Мне когда-то один батюшка сказал, если ты сделал добро, то не жди, что тебе кто-то спросит. Не надо же, за счет благодарности, никаких ответов. Потому что этого не последует, и ты огорчишься немедленно. А зачем это огорчение надо? Сделал приятное и забыл. Вот так, когда есть рада, он вернется. А вот чтобы была польза от нашей встречи, я уловил такой момент, когда вы сказали, что у вас такая ширная мысль по поводу галереи, и вот Антонина здесь поддержала, что люди тысячи лет. В общем, может быть, не столько о вас и для вас, сколько для тех людей, чтобы была такая галерея. Может быть, нам это важнее, чтобы такая галерея была. Обязательно. Есть художник с таким достойным именем, как у вас. И если мы об этом напишем, то, может быть, кого-то эта идея осенит. Надо поддержать. То есть, у вас намерение есть, а поддержать, ну, мало ли куда выбрасывать эти деньги. Личность, ежи личности. Это не обязательно там Кузьмич может быть. Кто угодно. Они на балалайках играют, туда к тебе ходят. И к этим личностям, если, допустим, какой-то арт-проект, люди могут знать во всем мире. Это не обязательно танцать, самушкин продукты. Ради бога. Художник какой-то, танцовщик, который создал свою галерею, к нему приезжают со всего, в Варшаву, какие-то контакты должны быть. Это не надо, чтобы сделал там Сумарь. Ради бога. Должны делать все. Это было бы очень здорово. Но для этого надо, чтобы это жило. Когда-то хотел открыть там Конькова, Миша, какие-то свои вещи. Но ничего не получилось. Надо поддержать. В Гродно, мне кажется, это есть. В Минске там есть галереи. Да, в Гродно, даже я, Николай, недавно наши журналисты были, мы там, арт-кафе в Гродно. У нас тоже якобы есть арт-кафе. Но, понимаете, в Гродно, арт-кафе, все стены завешаны картинами, которые можно купить. И там вот покупают эти картины. Кому-то нравится, кто-то у гостей приезжает. И дальше. Вот есть какое-то движение. А у нас, по-моему, нет. И оно, там какой-то немножко другой дух в этом арт-кафе. Я был удивлен. Там кофе пили, сидели. Потом Петрученко зашла туда посмотреть. Наши написали об этом в газете. Вот мелкая деталь. Выхолощили традиции. Недавно был в Москве, был на Монежной площади. Вы знаете, я обалдел. Ну, о чем речь? Правда, российского там ничего не увидело. Нема. Французские, итальянские вещи. Я смотрел, ну, там, духи и прочее, мне сын туда водил. Купи мне. Думаю, господи, какой кошмар. Благо у нас была карточка, то мы покупали. Все, что можно и нельзя. Хорошая. Денежная. Своя, конечно. Смотрел ювелирное искусство. Французские, итальянские, испанские. Поехали. На веки вечные. Настолько красиво все. И здорово. Вот, 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 вот. Цены разные. Но россиян там уже нет. Они там сувенирные какие-то делают. Маленькие крестики там. А такие, которые брендовые вещи. Даже россиян со национальтом. Там какие-то, ну, испанские или итальянские вещи. Все. Отстали. На веки вечные. Третья. Третья.